Приветствую вас, дорогие телезрители! Приветствую вас, дорогие телезрители! Другими словами, нормальные человеческие отношения. Я уже не говорю о супружеских отношениях. Просто нормальные гетеросексуальные. Уже гомосексуализм является элемент порядочности, который признан обществом. Ну и теперь педофилия. Педофилия, то есть сожительство с несовершеннолетними, с детьми. На сессии был рассмотрен законодательный акт об отношении сексуальных преступлений против детей. И что педофилия является сексуальной ориентацией против выступил только один член канадского парламента. И данный закон предусматривает увеличение, обязательно по закону, низшего предела наказания за сексуальное преступление против детей. То есть, другими словами, ничтожное. Вернее, в принципе, его не будет. И вот что здесь интересно. Когда мы говорим о терапии, или когда человек проходит терапию, нам кажется, что все остаются довольны. Но часто это просто иллюзия. Он сказал о тех людей, которых пытаются лечить от педофилии. Педофилы — это не просто те люди, которые совершают небольшое преступление время от времени, но те люди, которые борются с тем, что приравниваются к сексуальной ориентации, так же, как и другой человек может сражаться с гетеросексуальностью или гомосексуальностью. Настоящие педофилы предпочитают сексуальные отношения только с детьми. И это то же самое, что нормальная сексуальная ориентация. В той же Канаде, буквально в это же самое время, на днях, флористку в одной из канадских провинций оказалась в центре внимания пресса после того, как отказалась обслуживать свадьбу двух лесбиянок. И она, эта сестра драгоценная в Господе, христианка по вероисповеданию, заявила, что не хочет принимать участие, никакого участия в свадьбе гомосексуальной пары. Я вынуждена отказаться от предоставления своих услуг, то есть даже за деньги она не хочет обслуживать эту «пару». Я являюсь христианкой и уважаю свою совесть пред Богом, и не могу принимать участие в вашем мероприятеле. Активисты гомосексуального движения бойкотировали ее дом и потребовали возбудить против нее судебное дело. Вот она, абсолютная либерализация нравов. Вы знаете, я вспоминаю доклад, который был сделан госдепом США «Состояние религиозных свобод в Российской Федерации». И вот я, ваш покорный слуга, был назван в числе двух-трех так называемых религиозных гомофобов, которые очень негативно выражались, либо делали какие-то действия, либо писали какие-то статьи против гомосексуализма, лесбиянства. Ну, естественно, мне даже в голову не приходило о том, что и педофилия в одной из самых развитых мировых стран станет практически узаконенной. Вот о чем говорит Священное Писание. Дух же ясно говорит, что в последние времена наступят тяжкие, и что отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учением бесовским. И вот что написано в втором послании Тимофея в третьей главе. «Знай же, что в последние дни времена будут тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, средлюбивы». Здесь написано о том, что они будут сластолюбивы, нежели боголюбивы. Здесь написано о разных, они будут достаточно развратны. И как должен христианин отреагировать на возврат к прошлому, на возврат к Содому и Гаморе? Как должен отреагировать христианин? Можно как эта благословенная флористка? Она отказалась обслуживать данную свадьбу. Я категорически противник митингов, демонстраций, бойкотирования. Я думаю, что есть совершенно другие методы. Это усилить проповедь Евангелия. Это просвещать наше отступившее от истины общество. И на самом деле Дух Святой ясно говорил в древности и говорит сейчас, что это будет. И нам не нужно удивляться, что это есть. Воистину перед церквью сегодня стоит выбор. Либо она, по примеру апостолов, в первом веке, во втором веке, несмотря на гонение, ненависть, противодействие, она продолжает проповедовать Евангелие Царства. Либо она успокоится и выйдет как политики на митинги, демонстрации. Нет, у нас есть другая сила, сила молитвы и сила проповеди. И я призываю всех богобоязненных людей в нашем мире, не только в Российской Федерации, во всем нашем мире начать активную проповедь Евангелия. И не бояться показывать свою святость публично, как эта флористка из Канады. Спасибо за внимание. С вами была программа «На днях». Ее постоянный ведущий Сергей Риховский. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok